Хочешь много денег, здоровую семью и счастливую жизнь? Ставь лайк и подписывайся, тогда все точно сбудется. Жду сабскриби и лики. Спасибо! Приятного просмотра, дорогие зрители. Друзья, всем привет! Вы думаете, что я представлюсь как Глеб Лисицын? Но на самом деле я просто взял его очки и перед вами Глеб Ресницын. В модных журналах Глеб Ресничкин. Ой, блядь. Друзья, всем привет! Вы на канале Женек. Мы сегодня с вами собрались здесь не просто так, а чтобы сыграть в камень, ножницы, бумага, ведь все мы не дети. Поехали. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Кулачка. Ой, пересвет какой-то, да? Боже мой. Опа. А вот так вот уже достаточно интересно. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. О, третий. Погнали, господи. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. И снова ножницы. Ладно, я не устану повторять, что написав выиграли вы или проиграли, ваше финансовое богополучие будет стремительно расти вверх. Не так. Аккуратно. Все должно быть в меру, все должно быть постепенно, все должно быть осознанно и все должно быть не просто так. Если ничего не написали, а таких игнорщиков много, а также как и в начале ролика, если лайк не поставили, будут какие-то проблемки. Понимаю, звучит противно, звучит неприятно, но стагнация вот такая вот вам обеспечена, поэтому сидите дальше, не проявляйте никакую активность и ничего не произойдет в вашей жизни. Ну что ж, ребята, сегодня смотрим пацанки. Четвертый сезон, тринадцатый выпуск. Спасибо большое за активность на всех видео. Сейчас чаще пощу ролики, вроде как это должно быть заметно. Блэкаут шторы наконец-то у меня стоят, там за окном лютое солнце, которое меня никак не касается. Зато вспотевание идет на 110 тысяч процентов. Включаем кондиционер, поехали. Ребятки, я желаю вам всем приятного просмотра, самых-самых позитивных вибраций, добра улыбок и так далее. Пацанки, четвертый сезон, тринадцатая серия. Ставьте обязательно лайк, подписывайтесь. У меня сейчас новая цель, 500 тысяч сабскриберов. Да как-то так вот. Погнали. Погнали, конечно, погнали. Вот такой вот прекрасный мерч, еще в белых цветах есть, еще и шоперы, еще есть ежедневники, чтобы записывать цели и их не осуществлять. Да, выглядят они вот так вот, приятные такие, с позитивными вибрациями, прямо для вас. Все можно приобрести по ссылочке в описании на сайте и некий канал, мой самый любимый телеграмм. Спасибо всем, кто оттуда. Тоже по ссылке в описании. 113 тысяч сабскриберов. Там уже есть, поэтому вас там ждут. Есть о чем пообщаться. А теперь погнали. Маникурим и вам не советуем. Потребление табака вредит здоровью. Знайте это. Тринадцатая неделя обучения в школе леди начинается с утреннего переполоха. Мы с девочками проснулись от того, что на кухне крики вели себя диким способом, не слушались. Все грязные, оборванные, в синяках. Как без призов. Там какая-то чунга-чанга. Дети, это что такое? Это что такое? Я смотрю, у всех детей бейджа. Я читаю только Роман Голощапов, Яна Класькова. Роман Голощапов. Ты не сытка. Ира вообще сразу полюбила своего сына. Вот. Роман Голощапов, значит, Роман Голощапов, иди сюда. Повел меня куда-то за руки. И начинаю там, не знаете, что говорить. Ты со мной полгода всего поиграла, и я тебе писала, не нужен. Ты пошла курить, пить, ты пошла по клубам. Я вообще удалечий потерялся. И когда я просила, чтобы ты со мной хотя бы минуту побыла рядом, ты всегда била меня. Так на него смотрю, говорю, что происходит вообще? Я хотела покончить с собой. Я хотел бы кончить с тобой. Но потом я решил, что я сбегу. И вот сейчас я бомж. Я, как и ты, курю, пью. Вот, я весь такой, как ты. Я сразу поняла, что это мой ребенок в будущем. Но для меня это реально была неожиданность. Дети один за одним потом начали рассказывать свои истории. Меня берет моя Катя, начинает стоять и мне говорить. Я же так просила тебя перестать пить вместе с бабушкой. Но я же даже держала тебя за ногу, чтобы ты не шла в магазин за алкоголем. Вот эти слова, это просто для меня был удар ножом по сердцу. И мечтаю, что, может быть, вдруг, когда-нибудь ты перестанешь пить, и папа вернется домой. Нормально, девочка отыграла на удивление. Я сделаю все, чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался, и я не буду бухать. Ну, после таких слов реально начинаешь задумываться. Да, просто у меня такое было детство, а мне мать бухала. Я не хочу, чтобы у моего ребенка было так же. Подходит моя дочь и говорит мне, что... Я представляю, как ребенок подходит к Алтыгин и такая, мама. Я уже устал от того, что мы бесконечно ходим, и я слушаю, как ты кричишь направо и налево, что у тебя есть любовник в Амстердаме, в Бельгии, в Брюсселе, в Калифорнии, в Омске, в Монако. Мама, у тебя везде есть любовники. Ну, я не знаю, что можно сказать. А, ну хотя она тоже пьет много, Калтыгин, ладно. Тут, в принципе, все любят подбухнуть. Только вот я что-то заезде не наблюдаю, как она набухивается. Никогда, по-моему, не пила, да? Ну, или пила, но прям очень минимально. Я ей Барби украла. Там, помню, дома много полиции. Ты в наручниках тебя забирают. В полицейском вывеке. Было очень страшно. А я в этой девочке увидела свою судьбу. Да, для меня это страшно. Что я не смогла бы ребенку дать счастье. Я несколько лет живала в детдоме. Но я пока не сбежала. Потому что с нами очень жестко обращались. Визия разрыдалась, потому что свою судьбу она вряд ли хотела бы своему ребенку. Четыре-то, сколько она пережила. У Насти Антонову ребенка вообще сказал. Я уже месяц хожу в школу в порванных кроссовках. Вообще обалдела. Я смотрю на него. Вообще обалдела. Там уже не было дырок на кроссовках никаких никогда в помине. Я не знаю, что ему сказать. Я тебя люблю, мама. Мне кажется, что я уже вообще никого не люблю. Даже тебя. Я просто не могу представить, что в настоящей жизни мне мой ребенок реально может такое сказать. Иногда мне вскакивает такое в голову, что я могу убить человека. И вот это было страшнее всего слышать для меня. Ну, мы обнялись с ней, и я сказала, что я исправлюсь. В этот момент я обещала не ей, я обещала себе, что я исправлюсь. Все были в истерике. И я была в истерике. Чем ближе подходил тот момент, когда мой должен был ко мне ребенок дойти, тем сильнее я боялась. Мне было реально очень страшно узнать то, что он мне скажет. Что случилось? Все? Он просто подошел ко мне и обнял. У меня еще больше истерики. Говорю, я настолько плохая мать, что он даже не разговаривает со мной, мой ребенок. Почему совсем поговорил со мной? Нормально Колтыгин решил успокоить. Там парень года 4, наверное, 5. Он просто маленький, он еще не разговаривает, зай. Он просто маленький, поэтому не разговаривает. Ну, типа он еще маленький, да. Он же тебя обнял и любит тебя. Смотри, как он улыбался с тобой. А мне обратилась дочка моя. Мне страшно. Неужели я тоже соплюсь, как и ты, мама? Очень страшно стать матерью-колечко для своего ребенка. Это самое страшное, что может случиться в моем будущем. Все дети подходят к своим мамам-пацанкам. А вот сын Дианы Чарагян совсем не замечает ее. Начиная к нему подходить, тотальный просто игнор. Как будто меня даже нет. Когда я узнала причину этого игнора, я была в шоке. Здравствуй, мама. Ты, наверное, не смеша, так как умерла 2 года назад. Вот что он меня... Какой ужас. Я не замечала, потому что меня не было. Я уже умерла. Наш папа бил меня, и ты бросил с меня на защиту, и он тебя ударил. Я иногда не понимаю, почему ты терпела. Если бы ты ушла, так бы ты жила. Жутко, когда тебя хоронят при тебе, приживой. Очень прикалываю. Все девочки плакали, честно. А нас накрывало все сильнее, 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 сильнее. Интересная неделя началась. Вообще. Конечно, мы поняли, что мы это матери. Матери. Нам нельзя такое допустить. Время узнать, зачем преподаватели подготовили для пацанок такое стрессовое утро. И чему будет посвящено 13-е... Родительская, может, уже... У нас была родительская неделя или нет? По-моему, не было. Неделя обучения в школе леди. Здравствуйте, ученицы. Здравствуйте, мои хорошие. Мы специально организовали для вас такое необычное утро. И хотели показать вам, какое будущее может ожидать вас и ваших будущих детей. Мне было жалко детей, мне было стыдно за нас. Я сама себе сказала, что у меня такого сына не будет. И я не допущу такого никогда. Мне для кого не секрет, что родительское воспитание влияет не только на настоящее, но и, конечно же, на будущее. И то, как вы сейчас даже думаете, чувствуете и ведете себя, это ведь зеркало ваших отношений с вашими родителями. Я стала, как моя мама. Не хочу быть, как мама моя. Мы с коллегами хотим показать вам, что семья – это источник счастья и источник радости. Мы хотим, чтобы на этой неделе вы научились, осознали и прочувствовали, каково это быть хорошей матерью, внимательной и чуткой женой и хорошей хозяйкой. Мы желаем вам удачи. Это для меня неделя очень важна. Как в итоге, что это за неделя? Не очень понял. Потому что я реально мечтаю, чтобы у нас была идеальная семья. Неделя семейных ценностей. А, неделя семейных ценностей, все. И первое, чему будут учиться пацанки – это находить общий язык с детьми. Как можно было сделать вывод, что она строгая? Просто женщина. Девушки, здравствуйте. Я директор этого лагеря. Вы будете вожатыми? Прекрасно. Ой, мать честная. Глаз на глаз нужно. А сейчас словеси там будет. Хочу, как за всеми усменить. Я, кстати, мечтала в детстве поехать вожатой работать. Я тоже раньше. Я так хотел быть вожатым. Я не знаю, почему. Наверное, потому что я смотрел на старших вожатых, смотрю, они там вечно тусуются, периодически где-то там беспалево. И я такой, вау! Так за это еще и деньги платят, они там тусят, у них еще отряды там типа какой-нибудь. Вожатые второго отряда и там всякие девчонки взрослые, там пацаны в футбол все играют. Я такой, вау! Слава богу, что не стал вожатым. Хотя ладно, что слава богу, да можно было бы, наверное. Просто ответственности слишком много. Вот допустим, что мы делали? Мы перелезали через забор за территорию, убегали в какой-то магазин, знаете, для чего? Ладно бы там еще какое-то пиво купить за мороженым, потому что нам не нравилось мороженое на территории. А по сути, если бы я там перебегал дорогу, меня машина сбила, моего вожатого бы, скорее всего, накрыли вообще максимально за то, что он не усмотрел. И не только вожатого, еще и, короче, там всем бы был пи***ц полный. А в лагерях же знаете, что творится? Все вечно чего-то хотят, все вечно что-то делают то, чего нельзя, поэтому очень ответственная работа. Но, наверное, прикольная. Я думаю, что много людей работают вожатыми и кайфуют. Первое задание – навести порядок на скалодроме. А лучше в голове. Я сразу поставила рамки перед детьми, что я серьезный человек. Здравствуйте, дети, меня зовут Елизавета Андреевна. Я считаю до трех, и все. Придет злодядя и откусит тебе пипирку. Они бегают там, что-то там выкрикивают. Их было невозможно к себе подозвать и что-то объяснить. Ты сейчас побежал и чуть не снес девочек. Я сразу начала говорить про технику безопасности. Мы не бегаем. Если бегаем, то аккуратненько смотрим под ножки. Желательно передвигаться воздушно-капельным пульсом. Все, спасибо за внимание. Девочка там была Ангелина, 14 лет. С нарученными ногтями, сиськами. Пришла она на скалодром. Типа, знаете, как будто специально пришла с сиськами. Знаете, как будто эта девочка накачала себе сиськи. Колтыгиной это не нравится. Да ладно, она просто напрашивается на массаж. Подход простой. Скажите, что придет дядя и откусит пипирку. Все, там все сработало у девчонок. А давайте поделимся на две команды. Будем друг друга догонять. Мы к детям сразу нашли подход. Мы говорим, давайте придумываем название. Наша команда. Сухарики. Наша команда. Мы друзья. Наш девец. Мире слава. За сухарю я любого. За сухарю значит побеждю. Все. Ну побеждю так побеждю. Бог с ним. Главное всех побеждить. Есть класс, потому что много нас. Дети поначалу были очень хорошие. Они нас слушали. Убегай, кисуля. Мы думали, что проблем не будет. А это что за вода? И они решили устроить нам шалость. Они все с очными штуками. Темочка, давай без водичей. У меня вся попа уже мокрая. Медвежонок хотела всех облить водой. Медвежонок, ты что, я тебе тут самый любимчик. Ты меня прыгал, мою попу. Я как описывалась. Я вот на ручке вот так с ним игрался. Я такой, ты мой. Ну она очень детей любит. Вообще, вообще прям. У Гулащаповой, насколько я знаю, сейчас есть ребенок. Я в инстаграме видел. Да, наверное, вы это все уже давно знаете. Она сама бы моему ребенку становится. Но идиллию в отряде может нарушить провокация от преподавателей. Сидит, значит, на площадке подростки. Курит сигарету, плют пивас. Сумеют ли пацанки урегулировать конфликтную ситуацию? Красиво выглядите с игрочухами и с пивасиком. Может, в другое место отсядем? Просто мы тут гуляем с маленькими детьми. Одна, значит, сидит. Смотрите, прям вот эти вот сидят на качеле. Вот такие вот толоватые, крутые. И он сидит такой, а-а-а, что ты мне там сказала, малая, не услышал? В затяг куриц. Ты хотя бы в затяг куриц. Ну, куда тебе куриц, а? Вы пендрится, видно, при пацанах. Давайте, ребят, по-человечески, по-хорошему, по-доброму. Просто вон там и дохлёте. Ребят, серьезно, здесь маленькие, очень маленькие дети. Да, дайте Колтыгину сюда быстрее. Сейчас они все подобосрутся, блядь, и разбегутся. Несколько недель назад я бы с ними присела бы рядом и сказала бы, сигаретки не найдется. Вы можете просто отойти подальше, и все. Просто, ну, правда, тут есть лучше. Уже вам не запрещаем курить. Из горла пополам мы договорились с ними. Тушили. Даже без матов. Удивительно. Пацанки достойно разрешили конфликт. А тем временем в зоне аквагрима работают Изольда и Диана. Чего вы на тебе рисуете, мой хороший? Мне кажется, череп можете на лицо нарисовать? Мне надо белочку. Нормальный запрос. Короче, они проспорили спор, им нужно было раскраситься. Я говорила этой девочке сразу, что я, типа, непрофессиональный, типа, если что, не обессудь. Ну, блин, ну это не похоже на самом деле на череп. Я поняла, что моя белка еще такая нормальная получается, когда я вернулась на Изольду. Это что, блядь, за флаг? И на ее вот это... Ой, ну такой ты няшка, я не могу. Я приложила все усилия. Ну, ужасно, блядь, серьезно. Боже мой! У нее чуть зеркало, мне интересно, когда она на него посмотрелась. Какая жесть, это что по-вашему белка? Просто не понимает суть красоты, понимаешь? Это надо разглядеть. День прошел, он у меня был. Ну, типа, мне нет желания там его повторять. Мне понравилось быть с детьми, несмотря на то, что многие из них были неуправляемы. Короче, ребят, я понял, что я сижу, сейчас снимаю, вроде все нормально, а с другой стороны у меня как-то нет энергии. Я все утро мотался по делам и в конце еще забрал шторы тяжеленные, блок-аут эти, они очень тяжелые. Я сначала снимал одну штору, потом повесил эту, я весь вспотел и решил сейчас поесть подушечки. Бля, я не смогу вам наклонить, но вот они. Ваня, приблизь подушечки, подушечки. Поэтому я буду есть подушечки и смотреть, кто ест, приятного аппетита. Кто не любит смотреть, как я ем, полюбите. А, так вот, я не ел ни разу, вот я к чему все это. А время? 20.03. Я встал в 12 и ни разу не ел, бля, ужас. Новый день в школе леди начинается с урока психологии, но на этом уроке девочки будут не одни, а вместе со своими мамами. Вот это офигенно. Так это отчасти получается и родительская неделя. Вот этого я ждал, это круто. Захожу я в кабинет. Здрасте. я сейчас только будет слез я просто не представляю себе какая-то клетка мам мам мне нужна твоя помощь вам не хотим на 5 минут ну мама ну пожалуйста ну конечно перед моими глазами картина моего детства когда сестра младше родилась мама постоянно ей больше внимания чем не уделяла но это очень больно на самом деле сложно когда ты одна тебе до сих пор кажется чтоб младшей сестре относится лучше да ну я просто хочу вместе с ними проводить время тоже быть маминой подруга чтобы я все знала тут самое крутое что она сейчас говорит психологу прям максимально искренне все то чего бы она хотела а маме бы она этого сказать не смогла но либо через силу спустя какое-то там время может быть не сказала бы а типа вот мама это все слышит поэтому тоже на слезы пробирает вообще круто чтобы мы с ним близко общались я поняла давай разберемся давайте я вообще поверить не могла вам клянусь я думала это какой-то сон так крепко меня обняла господи я прям тепло ее почувствовала материнской прикольно что мне даже мурашки чуть пошли эх наконец-то какие-то прикольные штуки пошли в шоу а кстати вот давайте напишите согласны вы со мной или нет что в целом то что мы смотрим сезон весь все норм в большинстве своем не нравится но начиная с той серии где был эльдар где было много негативных комментариев но дело не в эльдаре а вот именно с той серии я прям очень на этом акцентирую внимание до плюс-минус этой столько испытаний каких-то вот странных где я сижу и как бы такой ну вот что-то не то у меня у одного такое ощущение или нет обязательно напишите об этом хочется посмотреть сколько таких людей то есть я в любом случае сюда листа и смотрю потому что ну вот вот сейчас прям прикольно до этого большинство испытаний как-то вот не знаю прям никак вот никак спрашивай маму все что хочешь все мамы так говорят я всех люблю люблю я всех детей люблю одинаково но я знаю что я первый сын меня мама любит больше и соня всегда стоит говорит вообще-то нас любят одинаково или там нет меня больше соня если посмотришь это вдруг хотя ты не смотришь мои ролики понятное дело что я первый сын красивый высокий конечно меня любит больше мама поэтому вот это я люблю всех одинаково вранье на палке вы можете сказать я вас люблю одинаково щадо жую а то не очень он красиво блять как долго жуешь то смотрите на этого дебила все плавает и плавает не знаю вообще что это за видео 8 часов чел просто плавает в каком-то космической воде короче прикол раньше когда я бабушки приезжал на я бабушки все детство практически был тоже в ухте я там был своей сестрой двоюродной линой короче я всегда говорил типа то бабушка любит меня больше стандартный дебильный спорекс не знаю вообще почему он у всех появляется но ладно и бабушка всегда я люблю всех одинаково потом появилась соня была и короче всех бабушка любит одинаково но короче есть одна интересная штука я при когда был малой Приехала моя бабушка из Москвы, которая мама по папе Я сидел в комнате, и они, походу, меня не видели Они зашли и болтают, ну что там, Валька, ты как? Да, Наташка, нормально, что-то сидят, болтают И в какой-то момент я вам клянусь чем угодно Они начинают болтать о внуках, а у бабушки Вали, ну, с той стороны, как бы, по папе тоже есть там всякие дети Внуки, внучки и так далее И они говорят, слушай, Наташка, это бабушка Валя сказала, Наташка, ну Женька, вот он как самый первый Самый капризный, он вот самый любимый И моя бабушка, Наташа, говорит, ну конечно, Женька, это вообще, говорит, сокровище наше И я такой, да, да Сестрам и братьям всем, ну по-доброму, конечно Вот, ну и пару раз я у бабушки сейчас спрашивала, она все одинаково-одинаково А я потом начинаю уже прям давить, я говорю, реально одинаково? Я получаю тот ответ, который мне нужен Мне 24 года, и мне до сих пор важно, чтобы бабушка любила меня больше всех Вот такая вот история, поехали Ну это просто слова У них разный возраст, разные вопросы, состояние Их нельзя любить одинаково Вы любите их по-разному С кем-то вам легче, с кем-то... О, Холоденко нормально говорит, кстати Да сложнее С Ирами тяжелее, с Ирами легче Вот и все, просто чем чаще вы говорите о том, что с вами на самом деле происходит Вот так и формируется близость Она очень псевдопсихолог Когда она затрагивает темы личного, у меня прям комок какой-то, знаете, внутри Потому что она правду говорит А эту правду не хочешь воспринимать Ваша задача искренне говорить о неприятном А я, понимаете, никогда не привыкла с мамой разговаривать о наших проблемах Так же, как и она Тащишь на себе очень много Не, вот это, получается, третий сезон, да, который я смотрю? Третий сезон и Холоденко, наверное, топ-1 из психологов Прям очень сильно Мне Розенберг тоже нравится Ну, это прям какая-то вообще Мне нравится ее подход, как она речь строит На самом деле становится со временем очень тяжело Хочется, чтобы Ирина рядышком была, помогала мне Хотя я уже, я понимаю, что я на издохах До того, что я даже чуть ли не сознание теряла И головокружение было, давление скакало Ира, что ты чувствуешь, когда ты узнаешь про то, что маме плохо? Мне тоже плохо становится Я очень себя за многом не управляю Я никогда не помогала Я никогда Никогда не слышала, что она мне говорит Мама очень сильная Я не знаю, как она держится у меня Мамочка, я тебе обещаю, что тебе помогать буду Даже если мне сложно Очень хочется беречь Я правда понимаю, что родители не вечные И я не хочу потерять свою маму раньше времени Мам, мне не хватает тебя Я хочу, чтобы я с тобой потом Я знаю Я знаю, чтобы ты не с Лерой была Со мной тоже Я тоже хочу, чтобы ты всегда порядочек Мне всегда нужна будет твоя поддержка Лера это Лера, ты это ты Ты нужна всегда Мама вообще мне сказала, что у нее второе дыхание открылось После нашего с ней разговора Потому что мы так никогда не разговаривали Блин, Халапенко молодец Реально круто Сможет ли Елизавета Калтыгина Также откровенно поговорить с мамой Блин, вот это вообще интересно максимально Мама Ты что, я что? Мама, ты меня слышишь? Мама, мама, помоги мне Мам, ну пожалуйста Мама, мама Ты меня слышишь? Мама, помоги Ну пожалуйста Мама Я сразу поняла, на что идет отсылка На психбольную дочку И на маму, которая не замечает ребенка и его какие-то трудности Я знаю, что был эпизод, когда мама тебя отправила в больницу Да, она всегда говорила о том, что мои вечные истерики и вечные скандалы в доме Разрушают наш семейный очаг Поэтому она хотела меня оградить От мамы я часто слышала такие слова, как «расти как трава», то есть она опускала руки Она неоднократно называла меня своим крестом, ты мой крест, какой бы ты ни была Блять, как жестко Я очень сильно ее обижала, доводила ее до слез беременной Поэтому она По мне так относится Она разочаровалась Возможно Я только здесь начала осознавать, какую боль я причинила своей маме Я вываливаю на Наташу И открывается дверь Я вижу цветы Заходит мама Чего, мама? Я была очень рада Да-да Чего, чем он теперь? А мы тут же все скучаем лист Он не хочет За всю историю, ладно, проект, правда, это был самый счастливый мой момент Какая ваша версия, почему все пошло не так? Лиза всегда была с демонстративным типом поведения, быть в центре внимания любила В какой-то момент это внимание переключилось, да, возможно, и на младших детей Плюс вот этот выгон из школы сыграл свою роль Надо было ее, наоборот, к себе как-то больше, да, прижать Вы себя вините Ну, есть угрязение совести, да Потому что такой особенный ребенок Надо было к ней найти подход А, к сожалению, я не смогла это сделать Она часто плакала, говорила о том, что я плохая мать Она по себе говорила Да вот, я не могу на тебя найти управу Я не могу найти с родной дочерью общий язык Лиза, я хочу, чтобы ты как-то сказала что-нибудь то, что ты не могла сказать в жизни раньше маме Я бы очень хотела заняться перед мамой за то, что я постоянно ее доводила до каких-то скандалов И все свои слова я выпускала именно на нее Человека, который меня постоянно, ну, поддерживал и так далее, и тому подобное Мне очень стыдно именно за это Я тогда просто отпустила, отпустила все Бля, это очень круто, что вот такие сессии у них проходят вообще То есть пацанки этого не ждут, все говорят Мать все слышит, слезы, настоящие вот эти эмоции Вот это, блин, вообще реально охрененно И свои вот эти вот загоны по поводу того, что маски, не маски Я тогда просто была искренне со своим любимым человеком, со своей мамой Я очень хочу, чтобы не цепляла вот за это все Вот просто за это Если бы не проекта, не два вот этих месяца, я бы никогда не осознала то, что вот я сейчас вот сейчас осознала Я поняла, что я своей маме принесла очень много боли Сейчас я хочу изменить эту ситуацию Я буду теперь ее любить, беречь, ценить Лиза, я тебе благодарна, что ты извинилась перед мамой Это очень было искренне Не, Колтыгиной, конечно, тоже респект Все-таки какая бы она ни была тяжелая Мало я вижу изменений, если честно Но они есть Они есть точно И то, что вот она сейчас сидит, раскаивается, плачет, все рассказывает в лицо И кто признает какие-то свои там ошибки, это уже победа Потому что, ну это, человек родом из Монако, у которого все под контролем Но это же все просто дурка какая-то Как пройдет встреча с мамой у Анастасии Донских? Здравствуйте Здравствуйте Моя дорогая Стоит клетка В клетке стоит мама и дочь Мам, поговори со мной Отстань Ну поговори со мной Ну что тебе? По кому? Нет Я так на это все смотрю и понимаю, что это моя история и моей мамы Знакомая ситуация И у меня только отец ушел, он забухивался жестко Ты там до сих пор как в тюрьме находишься Я знаю Я больше пьяна, я помню, чем друзья Последние 10-12 лет точно Сегодня к некоторым девочкам приехала мама А к некоторым нет Как ты думаешь, что твоя мама приехала? Бля, прикалывайте Типа, вот это все она увидела А потом ей холоденка говорит о том, что кому-то приехала, кому-то нет И в итоге к ней, к примеру, мама не приехала Это просто какой-то двойной вот, бля, какой кошмар Не знаю Ужас Ужас Я не ожидала, что пройдет Ну у меня такая реакция, потому что мама не приехала, там пустой стул Не знаю А, блин, нас обманули Заскамили мамонтов, так сказать Ну-ка И заходит мама Я безумно рада была ее видеть Мне кажется, я была самым счастливым человеком в этот момент Просто взяла и приехала Чтобы просто меня поддержать Для меня Кстати, мама смотрела в камерах Точнее, по камерам со стороны за этим И на всю Россию рассказывается, что типа Да, мама все детство бухала И она говорит, я ее помню пьяной больше, чем трезвой Бля, это еще и какой-то, наверное Короче, молодец, мама, что пришла Потому что, наверное, многим было бы так стыдно Что они бы даже не смогли зайти и согласиться вообще на какую-то передачу Это поступок Мама Лена Настя все время говорит о том, что хочет вас спасти От чего? Настя, от чего ты хочешь спасти? Это алкоголизм Туда же входит наша беспонтовая жизнь Называется Жизнь без будущего А почему вы не видите своего будущего? А там, где мы живем, день сурка Все Мама начала какие-то отмазки говорить Практически везде, на самом деле, день сурка Я каждый день снимаю И сейчас еще хожу в зал Все, день сурка Да, давайте, я начну сейчас бухать Все верно Бля, это самые лучшие отмазы, которые я слышал за всю свою жизнь Вообще Сто процентов, это так, да А почему нельзя переехать? Куда? Бля! Куда? Ну давай, что, скажи мне Ты же богатый у нас, на телек снимаешь У меня денег нет Чего куда на берег? Давай На какие деньги? О, бля, обожаю Ну если бы сожгли дом, чтобы вы сидели под домом Все просто тупо отмазки Даже Наталья сказала сама, что это просто отмазки У меня уже нет никакого будущего Вот видите, вот у нее нет будущего Она думает, что я не к чему уже стремится Ну, она думает, что жизнь она уже прожила свою И все, она сидит и просто заливает вот это все пивом Ну вы видите, что Настя реально от этого страдает Она не до конца осознает, что она делает мне больно Ну пью да пью, да, ну что такого? Без поддержки дочери я абсолютно никуда не двинусь Я там и останусь Ты хочешь этого? Скажи, ты хочешь или нет? Хочу Хочет Ты веришь? Я хочу верить Я готова даже сама с ней уехать на лечение Лишь бы отказаться от этого Вот пообещайте друг другу, что вы будете за себя бороться За дочь буду бороться любыми способами Они ее сделают Я не верю вообще Потому что вот нутро человека проявлялось тогда, когда вот это А куда? А ну без денег То есть вот она такая И я думаю, что вот это Хочу Это типа, знаете, я сижу перед камерами Дочь уже ревет Передо мной психолог Ладно, хочу Да, все, давайте, блядь, уже закончим Потому что Балтика 9, как говорится, не ждет Конечно Когда я все это говорю Я не категоричничаю То есть вот такая вот доля процентов То, что все будет нормально, есть Но вот такая вот То, что это просто все херь собачий Так же будет бухать и все К психологу отправляется Изольда Никифорова Состоится ли самый важный разговор в ее жизни Разговор с мамой Как ты думаешь, почему ты здесь? Не понимаю Сегодня к девочкам приехали Это так же вот жестко, как у этой У Тани Кошириной было в шестом сезоне Когда она с мамой встретилась Такое чувство, знаете, когда в детстве Ну, когда мать отказывается Это вообще полный пиздец Родители Значит, ко мне тоже Не надо только сесть на самолет Ко мне мама приехала Ай, как ужасно Блядь, не могу Кошмар То есть нет Да ничего у меня не было внутри Пустота Ты до сих пор ждешь маму? Да Я думала, она приедет А если бы мама приехала Вот что изменилось? Она поговорила бы с ней Ну, здорово, если бы еще психолог присутствовал При нашей с ней встрече Вот честно тебе сказать, что я сейчас думаю Да Это грубо Но мне хочется сказать Какая же ты дура и зорда Почему? Ты что, холоденка просто? Потому что Даже если бы она приехала Ты сама знаешь Что ты не получишь То, что ты фантазируешь Тебе мама была нужна Когда тебе было 5 лет Когда тебя обижали Когда тебе нужен был человек взрослый Который за тебя Тебя никогда не было в моей жизни В натуре захотела бы и раньше бы писала Ха Я могу В натуре захотела бы и раньше бы писала Ну, я согласен с Халапенко Потому что Ну, вот приехала бы она и че То есть, мне легко, конечно, судить Я просто такой, знаете, блядь Комментатор Сижу тут в Белисии Вино попиваю Но вообще Кажется так Что нахер эта мама нужна Если вот сколько ей там лет Этой из Ольды уже 20 чем-то Переперлась, блядь Явилась, не запылилась И то за деньги Телеканала Пятница Ну и нахер И что? Ну, здорово Че, как дела? Че бросила? Ну, все, я не знаю То есть, только ради этого вопроса Она же в детдоме была, да? Ну, ну, да, да, да Сам спросил, сам ответил Слава Богу Ты не живешь в будущем Или настоящем Ты сидишь и ждешь маму Внутри себя Но мама не придет Я тоже сказала Наташа Мне было необходимо это услышать Тебе уже 27 лет 27! Я думал, что Я такой, 20 чем-то А хотел сказать Типа, 23, наверное, да? 27 лет Какая мама? Ты сама этот взрослый человек И ты на самом деле Научилась жить без нее? Разжила, значит, умею Да Ты с этим уже давно Как-то справилась Я же без нее Как-то на дуле обходилась Все было в порядке Прошло то время Когда я надо было ждать Когда нужна была А сейчас что? А сейчас уже у меня Свои дети должны быть У меня есть ключ Вот этой камеры И... Да он не нужен Там пролезает голова Еще вот столько места Можно просто боком пройти Когда ты внутренне Отпустишь Своё ожидание мамы Сама открывай и выходи Я знала, что это Ну, Изольда, типа, выйдет в 36 Невозможно Сблизиться с мамой Я в ее жизни никто И что я там пытаюсь Доказать себе или ей Но это все вот это вот Ну... Это иллюзия Сейчас я еще больше Просто это поняла Что с этим делать? Изольда Посмотри сюда Представь ее там Ну, допустим Давай я стану за тобой Чтобы я была Как твой второй голос Скажи, мама Ты большая, а я маленькая Ты большая, а я маленькая Спасибо, что ты мне принадлежишься Я сделаю с ней Все самое лучшее Потому что я могу себе дать Все то, чего мне хотелось Когда я была маленькой Я ждала этого от тебя Все остальное я сделаю сама Я отделяюсь от тебя Потому что теперь я взрослая Я могу строить жизнь Своей мечтой Я больше не что тебя могу Благодарю и отпускаю Я так и сделаю Как мне сказала Наташа Переключить свое внимание на цель На себя На свое саморазвитие И именно этим я буду заниматься Свою семью создам Если Бог удастся Как ты себя чувствуешь? Мне похоже Я прощаю ее Спасибо вам большое Приедут ли родители К остальным пацанкам Узнаем немного позже А пока ученицы Отправляются на следующее задание А пока За пока бьют бока Лучше до свидания Утром мы заходим в школьный класс А там нас ждет Юлия Анатольевна Ооо Будем разговаривать опять о гинекологии Девочки Здравствуйте Как дела? Да все хорошо Я знаю что у вас было задание Связанное с детьми Как все прошло? Ой блять Это опять Вместо миксита Только теперь про эти свечи Сейчас будет Мне вот эти свечи не сдались Рекламу бесплатно показывать Что это такое? Если это не реклама Я верну ребят Дотронуться А потому что они не ходят на наши занятия Ну да 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 Спонсор программы Нишфарм Фимиликс Безупречный внешний викс Блять Ну и не буду это смотреть Ооо И там же еще и депантол Слушайте А не хотите заколабиться с этой девочкой Которой вечно про ресницы И лицо рассказывает Как нужно правильно краситься И сейчас еще Пару раз листая вперед Там Миксит Фимиликс депантол и миксит Ооо До свидания Ага спасибо Ооо Коллективная реклама Смотрим Многих факторов Сегодня вы узнаете Каких именно с вами хотят познакомиться Молодые люди Которые настроены на серьезное Никаких отношений Я не встретил себя Ладно Короче Бог с ним Я хочу вообще посмотреть Что там за телом Будут стоять До свидания Бог с ним Я хочу вообще посмотреть Что там за телом Будут стоять Камси мы в холл Ожидая На самом деле Встретить уже На конец Наших прекрасных арей Там стоят Какие-то тетки Здравствуйте Я думаю Может родительский день Начался А может это Мамы ко всем Приехали Кроме меня Это мамы Наверное Наших молодых чемоданов Какие воспитанные Вы Свекрови У меня один вопрос Наших молодых чемоданов Эти молодые люди Настроены На серьезные отношения Они с нами Почему они мам Своих притащили Учитывая Что наши мальчики Это наше Самое огромное Сокровище Мы пришли Первыми Посмотреть на нас У нас такие Харечки Симпатичные Сыночки Мы будем С вами Знакомиться Посмотреть На что вы способны И все мамочки Выбрали Ту девочку Которая им Приглянулась Все Будет отлично Уж я-то точно справлюсь Проверка от свекрови Проходит на самом важном Для женщин месте Кухне Где им предстоит Готовить Любимые блюда Потенциальных женихов Кулинарный поединок Со свекровью Две хозяйки на кухне Это не хозяйки Это два пса Лужиться на одной кухне Со свекровью Это целое искусство Смогут ли пацанки Пройти это испытание Достойно Я не должна На этом задании Потому что я готовлю Офигенски Луковый суп Слышала? Луковый суп? Нет Не слышала Суп против демонов Короче Против всех свекрови В мире Я хочу тебе сказать Что мой сын веган Он Мясо не ест вообще Кто ваш сын? Да так Веган Я человек Который любит мясо И тут мне достается Просто сынуля Который вообще Не ест мясо Так С чего начинаем? Командуйте Давай лук чистить Вижу этот лук Он кончается И не кончается Не могу его резать Думаю Сколько можно Настя ведет борьбу С луком А вот Йоанна Только начинает Готовить Кстати Я раньше Когда готовил Это не шутка Я резал всегда В очках Лук И все Никаких проблем Не знаю Зачем там Мучиться Плакать Просто надеваешь Очки Глеб Лисицын Мод Но таких у вас нет Но хотя бы обычные Нарезаешь И все Нытики Учитесь Господи Пока папа тут Сегодня у нее В меню Блины Я редко готовила Блины Выпечкой всегда Занималась мама Ты сейчас просеиваешь муку Давай немножко скорее Ты больше сыпь муки На меня То не так Это не так Ты неправильно держишь Вечи Ты вот не одела фарту Все плохо Все отвратительно Просто Бля Какой ужас Кошмар Это как вот эти вот люди Которые сидят на пассажирском Пока вы ведете машину Куда Куда Ну посмотри Ну посмотри Габариты Ты чувствуешь или нет Все Тише Тормоз Притормаживаем Притормаживаем Назад Посмотри в зеркала По зеркалам По зеркалам смотри Заткнись Блядь Хочешь везти машину Сядь на переднее сиденье Или вызови себе такси То же самое эти Под руку что-то говорят Это неправильно Ну закажи еды Или готовь сама Не надо мне пить Блядь Под нос что-то Посмотри Такое ощущение Что знаете Жертва какой-то Теща Которая Со мной готовила И ей все не нравилось На самом деле Я бы даже не реагировал Сказал Слушай Не нравится Готовьте сами Блядь Я бы не готовил Я бы заказал Она с добрым сердцем Ко мне Реально расскажет Как делается Ты малоэмоциональный человек Улыбнись Просто улыбнись Лена меня откровенно Бесила в этот момент У тебя очень сутулая спина Спину выпрямила Пройдись Нет Ну ты же маршируешь Как солдат Я не знаю Ты так ходишь Мне хотелось Послать ее Типа вообще Потому что Ну типа Я не хочу этого делать Что ты меня заставляешь Что-то делать Не дай бог Мне такая свекровь досталась Я понимала На тот момент Что мне повезло Больше чем Юань Нервничала Вообще ужас Она была на Фоксе Она мне помогала Че так Приплюсь не больше Вот это оно Ничего-ничего Ничего Не нервничай Прям такая хорошая женщина Если бы она меня не поддерживала Я бы это Эти сырники бы с мукой Полетели бы знаете куда Куда? Тут ты уже начала нервничать Видишь, да? Первая партия была лучше Все волнение отразилось на еде Если воду будешь шить В таком состоянии Как ты умеешь Это ж можно и руки Честно, что я это не мое Поколоть Потому что я не усидчива А ты же говорила, что закончила швей Ну да, у меня есть образование Как же ты выбирала, если ты не собиралась работать? Как это? Я не выбираю Вау! Совсем не тупой вопрос Типа, знаете, получается Все, кто получили образование экономиста Должны работать строго экономистами И если вдруг человек работает в итоге не экономистом То, скорее всего, он тупой Потому что А зачем было выбирать экономическое? Я идиот У меня экономист, строитель Зачем я снимаю эти ролики? Мне надо прямо сейчас в контору Вообще не знаю, зачем я выбрал это А как ты вообще туда попала? За плохое поведение Я была хулиганкой А я вот что, врать не была? Ну я ей сказала Мне было 15 лет Я вот орех разграбила Нечаянно У нее глаза налопаны Такими шарами на меня смотрят Говорят Исправительная колония Меня немного это обидело Такая реакция у мамы Как будто зашла в школу балерин швейцарскую И девочки там должны быть все, по идее, такие, знаете, с иголочки Ты на пацанках, мама Вот так бывает Это еще нормально Исправительная колония Кто-то там кого-то из какого-то сезона Немного-немало Порезал ножичком До состояния, что были видны кишки Кто это, кто меня смотрит, знает А тут всего лишь разграбили ларек, блядь У меня собачья Я не хотела тебя обидеть Я понимаю, что идеальных людей не существует И каждый имеет право на ошибку А вот свекровь Яны Также решила поговорить по душам Волнует меня вот очень тема твоих предыдущих отношений Чего они прекратились Они не прекратились Стало все тянуть на себе На тебе можно ездить? Раньше было можно Готова меняться, над собой работать Я старалась быть вежливой Вообще не агрессировала Все Просто сосредоточилась на готовке А тем временем приступить к готовке Готовки готовы Елизавета А мне всегда вот тяжело верить Она реально была, блядь, в Париже Кто не знает Есть хотя бы что-то правдивое Из того, что она говорит или нет И не попасть в номинацию Худшей ученицы недели Но для начала Я решила узнать Все-таки за что я борюсь Уже не терпится увидеться с вашим сыном О, у него такая прекрасная мама Яблоко от яблони недалеко падает Я думаю, ты не разочаруешься Но он молодой, скажите мне Моложе меня Слегка за 20 его зовут Сергей У него свой бизнес Опа! Сынишка, бизнесмен Меня это сразу порадовало Смотрите, просто улыбочка сразу Бузнесмен, значит Ладно, готовим, мама Можно начать готовить Прям с конкретной любовью С большой отдачей Так, все Это мы с вами сделали Ты просто умничка, схватываешься Представляю, а кто ваш сын? Офисный сотрудник обычный Вот ждет повышение уже 3 года Приятно Все на лету Нашла коннект с нашей свекрухой И мы дружим Рука об руку И мы реально классные бабы У Лизы на кухне полная идиллия А вот у Дианы Чарагян Похоже, отношения со свекровью Не очень заладились Она меня отправляла постоянно Давай найдем на кухне венчик Побежала за тарелочкой Давай быстренько, Дианочка За тарелочкой Я иду Что, соревнование какое-то? Куда вы торопите, Елена Юрьевна? Кали ты уже эту курицу Сколько ж можно? Уже следующий давай кусочек Что-то не так с моей иглой Может, что-то не так с тобой? Бля, какая противная кошмар Она исцелила просто из-за всего Поднимай, посмотри Она сейчас горит у тебя Капает там, ну О, хозяйка, о! Думаю, ну эта Елена Юрьевна явно недолго осталась С таким характером она не доживет до 50 Я хотела бы знать, как ты ко мне относишься? Честно? Я хотел бы знать Сколько стоит все понять Я бы жег мосты Если б знал, чего стоишь ты Это кто поет? Крафтс? Крафтс О, какой-то год, наверное, 15-й я это слушал Или 16-й Но вы мне не очень нравитесь Я не очень О, тут сына тебе сватаю Я тебе не очень нравилась Я сказала честно Чтобы мне не отнять Так это все-таки честность Бедная Диана Диана уже просто закипает Мне с вами очень повезло Спасибо По сравнению Да Я бы хотела, чтобы ты сейчас приготовила Вот яйца пашют Это что такое? А мне нравятся же яйца пашют И она такая Угу Не знает, что это Поняла, все, пашют начинает Да? Смотрите, а этот все плавает О, блядь Это что за психоделика? Это кто такое включает? Я на рандом нажал Но давайте он всегда теперь будет Блядь, а так-то прикольно Не-не-не, залипнуть точно можно Берется яйцо Разбивается в кипяток Аккуратненько Потом проваривается И вынимается на тарелку Ну блин, так она мне помогала В натуре Она мне все рассказывала Говорит Ненавижу вот эти вот всякие Я вообще вот эти Все, что связано с яйцами Не люблю Максимум могу съесть Какой-нибудь скрэмбл С сыром Чтобы яиц Особо сильно не чувствовалось Омлет какой-нибудь еще можно Потому что с молоком смешивается Если просто яйца Вот эти пашот или вареные Вот это сделай Вот это сделай Учимся, учимся А теперь аккуратненько Пусти Молодец Яйца пашот от Анастасии Антоновой Готовятся А вот и Зольда Готовят цветные блинчики Какая для тебя идеальная семья? Я не запомнила себя Тебе 27 лет Уже нужно думать Какая у тебя будет семья Как распределяются роли Если что-то не планировать Оно самой не получается Мне бы себя бы найти Мне было прикольно Что у меня вот такой характер Я считала, что я буду всю жизнь так жить А здесь на пройти Я читать начала Я здесь начала интересоваться стихами Поэзией, музыкой У меня здесь цели появились Благодаря проекту Я начинаю планировать Своё ближайшее будущее Не просто в голове Но и на листе так же Я пишу, что Насколько у меня время уйдёт В дальнейшем Когда я отсюда выйду У нас готовы эти блинчики В принципе, мы можем их уже Мне нравится Когда я отсюда выйду Как будто реально, знаете Есть справительная тюрьма Сворачивать Доготовили И всё закинул Вот в тарелку Наталья, я вас Вам очень благодарна За этот опыт Мама Спились мы со свеклой И нормально провели с ней время И погнали её принца ждать Что-то у меня со свекровью Вообще Но коннект Я грибу за неё У меня прям чуйка Тебе бы к ней подмазаться как-то Угу Только как Лена Юрьевна, вы что, чихаете? Похоже, простудилась Что-то лоб горячий И насморк начинается Не переживайте Я знаю одно следствие Блач! Как я ведусь на это говно? А я реально думаю Может сейчас Елена Юрьевна, может Что там, блядь, было? Вот что там? КАГАЦЕЛ! Путь к сердцу мужчины Лежит через желудок Будут Елизавета Калтыгина И Зольда Никифорова Выходят Два хахеля Думаю, кто же из них мой? Здравствуйте Здравствуйте Зашел типаж, которых я терпеть не могу Волосатые, бритые Я не люблю щитину Меня Максим Зольдер Сергей Очень приятно Сергей и Елизавета Приятно Мой в очках Ботаник У вас шикарные очки Ооо, спасибо большое Мне нравится типу, да В очках Ботаник Мне реально не понравилось Это луковый суп Пожалуйста, дело сама Надеюсь, вам понравится Я нервничала Потому что для меня всегда оценка Это важный аспект У вас получилось Приготовить его так Как мне нравится Съесться я его покорила Я сразу успокоилась А во что? У нас блинчики На самом деле Очень вкусно получилось А вот Диана Чарагян Завидит Классное свидание Все Типа Суп получился А блинчики как Тоже Следующее Я дома готовится К проигрышу Скорее всего Будет не очень Скажу честно Я первый раз готовила крылышки Я положила ему Два больших куска Как мужчине Два поменьше Положила Елене Юрьевне Как овце Нормально Себе я ничего не положила Потому что Не хотела на ночь есть Яночка, а что ты себе не положила? Ты решила, чтобы это нам было плохо Только Я говорю, совсем не Думаю, ну давайте Вашу курсу Кстати, Елена Юрьевна Можно есть Мне это нравится Правда? Спасибо Елена Юрьевна Что за взгляды? Вас спасли как оцелом Вы там чихали Как не в себя Действительно вкусно Будьте благодарными Чем ты зарабатываешь На жизнь? Я работала в барной индустрии Старшим барменом Ты умеешь все это делать? Да, да, да Она страдальчески закатывает глаза Заламывает руки Просто же те, что нравится Ульяна Нормально, я вижу Я вижу, как ты живо общаешься А чего не общаться? Короче, ей было не за чего Прям это злило Я видела, что она прям злит Что она прям хочет Короче Мое мнение по поводу тебя Еще не окончательное Ну, как кулинар Ты имеешь право быть Самый прикол, да? Что такие мамы реально существуют Это просто какой-то, блядь Кошмар на палке А, то есть она тебе нравится Ага Не-не-не-не-не-не-не-не Это ваше дело Ага Сука, прям глаза бы выколол, блядь Татьяна злая была Она вообще уграла С этой семейки У нас все хорошо было Я не придирался К этим яйцам Слава Богу Оценят ли молодые люди Кулинарные изыски Йоанны и Насте Приятного аппетита Да Думаю, чувак-то, наверное, кроме лукового супа В жизни своей вкуснее я ничего не ел Луковый суп получил оценку отлично А вот блинчики от Йоанны терпят фиаско Если честно, не понравилось, извини Варенье пойдет А вот блинчики вообще нет К сожалению Нравилось только варенье Потому что не мы его готовили Но это обидно было Даже мой луковый суп зашел Путь к сердцу мужчины лежит через желудок вашему сыну Моя еда не понравилась К сожалению До свидания У меня и спекровь его накалила Ну, уже достаточно Мне не очень хотелось там сидеть Я красиво вышла из ситуации Она видела, что мне это не нравится Я сказала О, хорошее качество Что я не умею так Это тоже нужен Я не должна Никому ничего Мне не нужна семья Йоанна не смогла преодолеть себя И так и не вернулась на ужин А вот как проявят себя Яна Цветкова и Ирина Голощапова Я сижу, не ручу Я на него вообще старалась не смотреть Пробуй, оценивай На вид были стрельники вроде неплохие Но чуть-чуть подгорели Ну так да, чуть-чуть Просто черные, блядь Очень вкусно До первого раза, по-моему, вполне подходит Да, скорее всего, вы не понравились Мой тесто стрельники Просто не хотел меня обижать Парсалон, Ирина Вы мне понравились, конечно Да Я был бы рад, если бы вы продолжали Как-нибудь наше общение с вами Я должна тебе сказать Я училась в специальном Учреждении закрытого типа Для подростков, несовершеннолетних Которые делали преступления в своей жизни Я вообще, в принципе, стараюсь никому об этом не рассказывать Особенно, когда с кем-то знаком Он такой Сам сидевший Чу Как сама Я же маме сказала Я вашего сына Поставлю в известность Где я находилась Не знаю, напугал тебя это или нет Я же не судя, не осуждаю Он, как ни странно, отреагировал нормально Ужин закончился Каким же будет вердикт свекрови? Ян, я не увидела Тебе желание Мне помочь Убежала А в принципе, можно было все исправить И повернуть в свою пользу Нельзя сдаваться так быстро Диана Ты готова делать все, что угодно Чтобы понравиться другому человеку Ты создаешь людям возможность тебя унижать Я смотрю, Дианка плачет Ну, наверное, видимо, это правда так Что она вот готова под любого человека подстроиться Чтобы понравиться Девочка Девочка, я тебя очень прошу Подумай об этом У тебя впереди жизнь И я верю, я верю, что ты сможешь изменить ее в лучшую сторону Я поняла, зачем Господь послал мне Ильену Юрьевну Чтобы провести экзамен На то, насколько я научилась здесь уважать себя И я накосячил Обучение продолжается И время узнать, приехали ли мамы к оставшимся ученицам Трудный, но очень важный психологический урок Ждет Яну Цветкову Анастасию Антонову Юанну Клочкову И Диану Чарагян Что бы ты хотела в жизни сказать маме? Я перед ней закрыта Она передо мной абсолютно открыта Она ко мне тянется А я закрываю и говорю Мам, все нормально, все нормально Не знаю, я хочу быть просто сильной дочерью Крутой, которая сама все вывозит Просто боюсь ее ранить Я не хочу причинять ей боль Ей своих проблем достаточно бывает Я не хочу ее еще свои проблемы наваливать Вот таким поведением ты умертвляешь эти отношения Ты не искренна снос Я знаю Я хочу тебе предложить Возможно сегодня впервые в своей жизни Попробовать сделать иначе Открывается дверь и заходит мама Дорогая девочка Дошла, обняла Я очень по ней соскучилась Правда Мой девушка Такая красивая Чем я старше, чем она больше кажется Маленькой девочкой Она такая хрупкая У меня худенькая Дайте, пожалуйста, сейчас Вот пережить себе этот опыт Я чувствую, что Я бы очень хотела помочь Но я не могу вторгаться То есть вы чувствуете себя как бы Немножко посторонне У нее, мне кажется И какое-то чувство, наверное, беспомощности Перед своим ребенком Что она даже не знает, что происходит Вам тоже надо вот это Немножко Вот эту интеллигентность Сейчас убрать Понимаете, вежливость Вытесняет искренность И вот Ты не знаешь, как маму расстроить Вежливость Вытесняет искренность Бля, звучит хайпово вообще Блин, халапенко Да вы для меня раскрываетесь, мадам Все лучше и лучше Все больше и больше Мама не знает, как тебе постучать И все такие интеллигентные Но все понимают, что происходит Вот я предлагаю все Открыть этот ящик И уже признать, что там на самом деле Мама, у меня бывают проблемы В жизни Из-за которых мне очень больно Я тебе о них не рассказываю Я говорила, мне больно, мама Мне нужна поддержка Я сейчас не такая сильная, к сожалению Я не помню вообще, что я когда-нибудь говорила Эту фразу маме, серьезно Я очень боюсь перед тобой выглядеть слабой Ты всегда говоришь, что я все способна решить сама Но не всегда получается Я не все навожу по жизни Не надо все уводить Мы справимся вместе Ты же знаешь Даже если ты будешь слабой Я все потому, что тебя люблю, Зая Я просто Своими проблемами боюсь Тебе причиной боль Заставить тебя переживать из-за меня А как иначе? Ну, конечно, я буду переживать Мы будем переживать вместе Мне нужно научиться отвечать, если что-то не в порядке Отвечать ей честно Не пытаться делать для себя Близную леди, которая совсем справится Не нужно ограждать от этих проблем Мне нужно научиться говорить Маме моей ничему не нужно учиться Она и так все делает правильно Мне нужно привести работу над собой Я очень тебя люблю Прихожу, вижу Наталью Здравствуйте, Наталья В углу смотрю, есть клетка Там в клетке фотографии наши с родителями Я думаю, к чему же это? Сыночек родной, привет Привет, мам Она же все так сильно брата любила, да? Ну, как дела, рассказывай, давай Сейчас, блин, все очень хорошо Мама там обнимает сына К ней подходит дочка Можно пойду к подружке на день рождения? На день рождения? Ты нормальная вообще Это подарок на день рождения У нас деньги есть, ты спрашивала Мам, мне нужна ракетка Ты купишь? Ну, конечно, Зойка Ну, конечно, куплю Такови, выбирай Это полностью была ситуация Как из моей жизни Как там этой девочке в уголочке? Плохо ей А чего ей хочется? Как отцел? Чтобы она понимала, почему я так к брату отношусь Мне что-то какое-то было решение А не просто так, типа, успокойтесь и все Давай поищем решение Какое? Я вообще обалдела Боже, Настя, сколько у нас Я вообще не ожидала такого разворота событий Но я даже не поверила Я просто на 100% была уверена, что она не приедет Какое-то такое лицо Посмотрите на экран Тяжело мне вот это вот И только когда она на нее смотрит, она такая А, ну или сейчас, подождите Может, поспешные выводы делаю Говорят втроем Дудмила, вот вы слышали наш диалог с Настей Что у вас за дело? Ну, маленько Она чего-то, наверное, недопонимает Силу своего возраста А скажите, что недопонимает? Недопонимает то, что брат всегда прав И если дочка подходит и говорит, что мой брат меня трогал где-то там То это точно вранье Брат всегда прав Я понимаю, что, Настя, вот ты и он одинаковые для меня Он просто много времени моего к себе забирает Потому что он более проблемный Да Вот ему на данный момент надо помощь Я ему ее даю Я это понимаю все Понимать, понимаю Но принять я это не могу Настя говорила неоднократно о том Что со стороны брата было такое домогательство сексуальное Вы говорили, не было такого Или все, забудь Он ее обижал Да, обижал И я это понимаю Признала это наконец-то У нее было очень важно Потому что я это не слышала А в любой другой момент она бы мне этого не сказала А как вы думаете, почему он такой? Ну такой он непутево родился и все Как жить вместе, когда брат вернется? Я очень мучил меня, слушай, этот вопрос Вообще очень мучил Я боюсь возрасти, не брат Я уже говорила Настя, я тебе обещаю, что я тебя оборожу от этих проблем Ну, так не будет, он не будет, не знаю Какой-нибудь вариант мы найдем Слава Богу, ну, просто наконец-то Блять, как это легко звучит Да не-не-не, он жить с нами не будет Я решу все И там придет сын Посмотрит глазами кота в сапогах из Шрека на маму И мама скажет Ну, пусть поживет немножко И будет он жить там Ну, если он идиот Если нормальный парень за голову возьмется Конечно, сможет себе что-то снять Я очень этого хотел Хоть я просто раньше от мамы не слышала Что мы найдем какой-то вариант Засосал палец, вот засос теперь на палец Ужас Фу, блин, смотрится, как будто я больной Самые важные ответы на мои вопросы Не могу поверить Что мама приехала Что мы сейчас разговаривали Такие открытые темы Ну, нет у нас такого Чтобы мы общались не так много и близко Нету И не было никогда Я просто вообще такой человек сам Сухой и черствый В душе я переживаю А вот это наружу выплеснуть Нет у меня этого Я вот сирота, я с детского дома И я вот эти вот обнимашки, поцелушки У меня вот этого нету Поэтому я не додаю им Мама наконец-то, ну, типа, объяснила мне Почему она там, типа, ласку не дает мне Или какой-то там материнской поддержки Потому что у нее такого не было Вот, она это произнесла именно там Объяснила мне это все Я хочу вам предложить такое маленькое задание Встать, обняться и просто постоять Я горжусь тобой Это был сделан первый шаг И круто было Сегодня день встречи с родителями Ты ждешь маму? Нет Ты бы хотела ее видеть? Да, хотела бы Но я знала, что она не смогла бы Мама много работает Мама одна, она стянет Мама работает на двух работах Плюс двое детей Как мама этого возит, я не знаю Как ты считаешь, какую самую большую боль Ты причинила своей маме? Ну, то, что меня дома не было Когда я была, я нужна Переживание просто, да? Меня поглотила улица Я такой, Евгений Подытожников Меня дома не было вообще Я домой приходила только помыться и переодеться Я правда была как курс-тирант Ну, не было такого, что мама Ты на нас на всех зарабатываешь Тянешь Я тебе вот помогу с детьми меньшими Но это не было, наверное, так часто Как ей бы хотелось Это очень бог с мастерной Мне реально стыдно Мне реально жалко твою маму Она вас всех не отдала в детдом Потому что ей тяжело там Или еще что-нибудь Она вас тянет Но по сути Ты пользуешься ее слабостью Ты не стала с ней в команду Плечом к плечу Мне стыдно за это Когда я ухожу И когда ей, наверное, может быть Пождаю моя помощь Или просто поддержка Я люблю свою маму И она меня любит Я это знаю Мы у вас не сложились отношения Их не было просто Ну, то есть они были Но не было близких отношений И не были мы близки В большей части Из-за моего блока Я понимаю, что мама не вечная Никто не вечный Надо становиться хорошим Яна Цветкова уже То есть мама все-таки вообще Да, я не приехала Видите, как получается Восемь лет не поддерживает Отношения с мамой И причиной тому Давние обиды Ест она Кто так ест? Я так ем Нормально я ем Что тебя не устраивает? Что я не так делаю? Девочка вот такая вот Испуганная Такая вот забитая Говорит Мамочка, я нормально ем Ты не умеешь нормально есть? Вот так? Сейчас я тебе покажу как Вот так Я узнала эту картию Ей все не нравилось Примерно так, да Я вспомнила свое детство Что мне мама так же делала Мне вообще стало очень страшно Сегодня у нас День встречи с родителями Твоей мамы не будет Я сейчас нагорчилась Я очень бы хотела Чтобы моя мама приехала Я считаю, что это хорошо Потому что тебе уже нужно Разбираться с собой Как с родителем С собой Как с мамой И поэтому сегодня Вместо твоей мамы Другой человек К тебе приехал И тут заходит Боже мой Максим с цветами Я не могу У меня, знаете Все стадиями То есть я сначала Ее просто ненавидел Прям ненавидел Потом мне уже стало Как-то нейтрально А сейчас уже даже Как-то и смешно Заходит Максим С цветами Блядь Это жачно Ладно Я рада, конечно Что он приехал Безумно рада Я знаю, что у вас Достаточно сложные отношения Всплывают моменты в 40 То есть, знаете Как будто А вот помнишь И вот и понеслось А я и в ответ А ты помнишь Начал такой соревновательный эффект Пошел Кто кого переборет Я придумала для вас упражнение У нас было испытание Во-первых Мы сказали друг другу обиды Но не в формате обвинения Как это обычно происходит А в формате своих чувств Сказать, что меня расстраивает Когда ты вот это делаешь Я Максиму так сказала Ты странный своих чувств Меня обижает Злит И расстраивает Когда ты говоришь Что я жирная Или Он вообще Не похож на чувака Который может сказать Про нее Что она жирная Хотя бы Потому что она не жирная Что я уродина Потому что Красивые девушки Могут тут расфоткаться И он молчит Это что, правда? Я думал Наверное, как и вы То, что это такой тихоня Который попал Просто под жесточайший Абьюз девушки Которая всегда ставит ударение На последнем слоге Рот Закур А он оказывается Жирная Некрасивая Вот что я не доглядел Он ждет в инстаграм Ну я сожалею, конечно Об этих словах Потому что Я другого эффекта Ждал Хотел как-то Ну направить больше А не ударить О, кстати, нормально Направлять То есть если парень Хочет, чтобы девушка Схуднула Как нужно говорить? Не так, типа Дорогая Давай вместе займемся спортом Да не знаю Ладно, на самом деле Блядь, приемов Мне кажется Просто миллиард С помощью которых Можно дойти до того Чтобы девушка Похудела Если так хочется Короче, можно разговаривать Нормальный способ Ты жирная О, работаем, коллеги Ты некрасивая О, чувствуете? Аж этот Подскакивает, блин Этот Уровень счастья А как бы можно было Это по-другому сказать Ну вот перефразировать Она ему Дала понять Что это меня обижает Потому что это звучит Ну, обидно То есть отцепляет меня Да, если бы у тебя было Чуть побольше самоуверенности Ты бы выставляла фотографии В соцсети Потому что ты самая красивая Почему ты в себя не веришь? А почему он не мог Так раньше говорить? Учимся Ой Самая главная ошибка Которую я допускал При общении с Яной Это то, что я доносил Мысли сам неправильно То, что я больше упрекал Какое-то лицо у него знакомое Не могу понять Как будто я его где-то видел Меня расстраивает То, что Ты выносишь наши конфликты На Общее обозрение Поскольку Наша Личная жизнь Перестает быть Личной Я сожалею об этом Я знаю, что Язык мой Враг мой И я борюсь с этим Я пообещала ему Больше не выносить Ссоры за зубы Никогда И никому Да, я выполню это обещание Вот ты вот так унижаешь Как мужчину Когда ты выставляешь Все это Ты его унижаешь Как мужчину А потом говоришь Я знаю Но я сначала выставлю А потом только Думаю Унижая меня Она, конечно, не делает Наши отношения лучше И меня в том числе Если она прекратит Это делать Она как раз И будет наблюдать Перемены Во мне Что я становлюсь Именно тем Кем она хочет Меня видеть Я точно не могу тебе сказать Что я здесь меняюсь Много что здесь осознала И я очень Слава богу Что это семья Голощаповых Поэтому фотографии До сих пор висит в клетке Ага Хочу, чтобы у нас отношения Стали только лучше Я этого хочу Так и будет Мы уже договорились С Максимом на тот день Что мы будем прислушаться К советам психолога И будем стараться Значит, общаться Друг с другом Так, как нам показала Психолог А не так, как раньше После нелегкого урока психологии Преподаватели подготовили для пацанок Особенное задание Которое поможет девушкам Еще больше сблизиться с их родными Мы заходим в холл Там лежат листки Бубенчики Стразы Ракушки Еще лежали фотографии наши С нашими родными людьми И мы нашли записку Девушки Долго искали, кстати Ага Так, дальше Семья – это самое драгоценное Что может быть у человека Мы хотим, чтобы сегодня Вы начали семейную историю С новой страницы Нарисуйте фамильное дерево И пофантазируйте О будущем своего поколения Тут заходят наши мамули Наши кошечки Все такие красивые Привет, мам Пец, так видите, приятно Смотри, нам нужно Придумайте герб и девиз Своего рода Мы с мамой вместе Не бум-бум Но делали все от души Рисовали дерево Получилась морковка Те девочки, чьи мамы приехали Они рисовали с мамами А я, Изольда и Яна Рисовали один Да неловко было Что все с родителями А я как бы Ну, она прям сидела поникшая На нее было страшно реально смотреть Да я морально не могла собраться Конечно, мне тяжело было Это было сумасшедшее давление Изи Меня сейчас сорвет Подумай себе Я тебе попробую нарисовать свое дерево Которое начинается от тебя Мы реально как родные люди поддержали ее А мама подошла к ней Смотрю, короче, там вместе Не расставайся, пожалуйста Мне очень приятно Я очень это ценю Я знаю, что это больно Мама все равно у тебя как-то есть То есть ты ее в своем дереве будешь Вообще не проживаешь Нет Я хочу написать Я сама себе мама Все, я отпустила ее И как бы проживать свою жизнь Ладно, будущее Мы отвлеклись от своих каких-то работ И помогли ей Ну, это приятно было Я переключилась со временем Яна, ну, как мне рисовать это? Там всегда идут вот так вот Вот такие вот штучки Мы все все-таки повлияли на то Что она достаточно достойно все сделала Это все то, чем я буду в ближайшем будущем заниматься Я хочу сдать на права Выучусь на диджея И ораторским искусством займусь Я вот тоже хочу заняться диджеингом Без шуток, если что Девочки, спасибо за поддержку, правда Я поняла, что я не одинокий человек Поддержка есть Я тоже была в кругу Я не была отдельно Я не была без мамы, считай Изольда справилась с заданием И поняла, что на проекте Она приобрела настоящую семью Остальные пацанки и их мамы Также готовы презентовать свои творения Презентация моего плаката Мама, папа, сестры, я Королевская семья Это мы с папой на отдыхе в Монако Ха-ха, бля Она вообще непробиваемая Это мы на рублю Не, ну, видимо, она реально там в Монако была Просто Монако В нашем королевстве всегда все прекрасно Женись на Елизавете, чтобы жить Не напрасно Мы, к сожалению, с мамой очень редко У нас появляются какие-то общие дела Я очень порадовала эта затея Спасибо, мам, тебе большое, что ты мне помогла Я тебя очень люблю Спасибо Она скинула неприятную в Питере Или в Москве, не помню Ну, короче, давайте так В России Мальчик стоял на воротах На тренировке Или что, не помню, что там Или игра какая-то была Ему попали грудью Ему, да, ему попали грудью, бля Сиськами Ему попали шайбой в грудь И он умер, пока ехал в больницу Бля, это просто такой ужас Я просто представляю Родители, которые отдали его на хоккей Такие, вот, сейчас будет хоккеистом Ужас Кошмар Просто кошмар Нужно, что у нас будет дочка Соболезную родителям Вот это прям Если бог даст Ужадние мужики в семье Это зло вообще Я позволила маме выбрать мне мужа Потому что у меня уже несколько раз не получалось Она решила, что это будет Джек Воробей Мы нарисовали дерево нашей семьи Мама тут внука нарисовала, захотела Не очень хочется с мамой так часто время Проводить Не только рисовать Мам, чтоб ты знала По кино ходить В кафе хотя бы кофе выпить Мамуль Я с мамой хочу быть подругами Вместе мы с матерью силам И все преодолеем Будущее в наших руках Вместе и только вперед Друг за другом Было круто Мы бы так вместе В другом месте не стали рисовать Я за каждую из них рада Ну, хотелось бы, ну, орать Ну, девки, пожалуйста Ну, цените родителей своих И благодарите их за то, что они здесь Блин, ну вот эта серия вообще Ну, бомба Реально бомба Молодцы Сблизились с родителями Поговорили Халапенко помогла Что-то там нарисовали Поплакали Высказались Ну вот Вот Пацанки провели прекрасный день Вместе со своими мамами И смогли оставить все обиды В прошлом Перед тем, как пойти на финальное испытание Мы забежали Подрасслабиться Подрасслабиться Поля-лякать Не-не-не-не, девочки Девочки, мальчики Да, забываю про мальчиков Наверное, пацанки тоже кто-то смотрит с парней Ни на секунду не остановили Мне вот этот миксит не сдался Два раза, по-моему, я смотрел Думаю, так, наверное, что-то будет важное Какое-то испытание Что-то серьезное Миксит Ага, спасибо большое До свидания Миксит мне аж не сдался, блядь Посмотрите, еще 6 лет Сколько тайминга забирают На свой миксит Я и так знаю, где найти миксит В торговых центрах есть Ну что, интернет еще, что ли? Консультанты ответят на все ваши вопросы Здорово, вот консультанты ответят в магазинах Мне вашу рекламу смотреть неинтересно Пока-пока-пока Воздражает меня это Впереди финальное испытание недели Пацанок ждут романтические свидания С их сегодняшними женихами Смогут ли девочки применить на встрече все то, чему Просека Учились на протяжении недели Захожу, значит, в ресторан Все такая красивая С просека так выносит вообще Вот я сделал вывод, что ни с чего меня не выносит Так, как с просека Это просто убийственный какой-то напиток Что-то раз, два, третий начинаешь пить И уже такой Опа-ля Нормально тут все Я же себе сделала Одела все лучшее, что можно было одеть Надела Может быть, ты как джентльмен Стульчик там подставишь Нет, все сама, да? На столе Лов стоит Грузинский Чем-ммм Просто Давай выпьем за знакомство Тинг О чем занимаешься ты? А то мне мама твоя Сказала, что ты качок Все так у нас хорошо начиналось И 10 минут не прошло О, ничего себе, пацаны Сейчас вот так вот лицо поворачиваю Поворачиваю Пришли какие-то три Пацанок ждут необычные свидания Истинная леди умеет проявить уважение К близким своего молодого человека Но при этом остаться при своем мнении Смогут ли пацанки не повестись на провокации И достойно провести вечер Тут он мне говорит Ты ко мне присоединится мой друг со своей девушкой А вот смотрите Привет, привет, привет Он выглядит как самый адекватный из всех, кто был, по-моему Один из самых адекватных Это детвора наши Да, я вижу Мысленно пожелала себе сил, терпения, ума и разума на этот вечер Ты не шокирована? Нет, не шокирована У них просто трое Ой-ой-ой-ой Ой, поможешь мне? Давайте, конечно Я вообще забыла, как это делать Вот так смотрю, думаю, боже Ой, мать У вас уже есть опыт с детьми, да? Хоть руки отдохнут Смотрит мне вот здесь Успеть не могу Ой-ой-ой-ой А с ребенок заплакал Малыш Вот Заберем Я сейчас в море куплю На мою море Пока свидание Ирины Голощаповой постепенно превращается в ясельную группу Лиза Колтыгина Ооо, вот он, пожалуйста, ухажер из Монако Знакомится с еще одним родственником своего жениха Который, возможно, окажется по совместительству любовником Лиза Это дедушка Саша У него квартира в Лондоне Здравствуйте Это Лиза? Да, это Лиза Я сразу беру бокальчик вина Начинаю с ними разговаривать Лизочка, а как вам? Ха Беру бокальчик вина А теперь и симпатичный Вроде типаж мой Тоже приди в гал Давайте за меня выпьем За наш с вами союз Мне это уже нравится Я в будущем тоже хотела бы быть ресторатором Да, кстати Я у себя решил показать во всей интеллигентской красе Я вам шпагат тут могу Интеллигент Да, шпагат уже начался Интеллигентская краса В чем заключается? Сесть и сказать при дедушке своего парня Что он не в моем вкусе Да, интеллигенция, она проявляется примерно так Сделать А ну Чтобы влюбить в себя И дедушку И Сергей Оооо Дед вообще выпал осады Сказал, что да Вот кто нам нужен Очень, очень приятно Не потеряй такую женщину Хорошо, дедушка Тем временем Романтическое свидание Анастасии Донских Превратилось в дружеские посиделки Что значит открывает эту рыбу Все так валится, все вот так сыпется Семечки по всему столу Пива все тут открывается, пьется Можете вот это безобразие со стола убрать, ребят? Скажи мне, кто твои друзья? Я скажу, кто ты? Свинячество какое-то Пришли, развели, устроили тут Мы даже пообщаться не успели спокойно Пацаны просто без комплексов Без комплексов? Так я тоже Он сидит, начинает общаться с друзьями А не со мной А я сижу просто как, ну, как в стороне Друзья друзьями, а как бы отношения отношениями Должен сам понимать Вот это вот, я не потерплю вообще Значит, собиралась, собиралась Я могла, не собираться, не краситься Прийти, пощелкать снимок на лавке А тут я вырядилась Говорю, точно нет Куда ты уходишь? Да никуда я не хочу с вами находиться здесь Да что за это, п***, какое-то Да посиди с нами Да посиди с нами Еще нормальные у меня ребята А вот у Дианы Чарагян совсем другой подход к свиданию Расслабилась, думаю, ну, как бы хуже уже ничего не произойти не может Я поняла Может, если мама придет сейчас сюда, все может Вчерашнюю ситуацию я и приняла Сидим мы общаемся и закатывается колобок какой-то такой старческий Здравствуйте Очень приятно Как-то это закончится У меня уже, знаете, дурка началась Как-то это закончится Я бы хотел спросить, это все родственники или вот еще кто-то придет Ради моего мноя, ты бы вот поменяла бы прическу, срезала бы вот эти Бабушка начала за здравие, закончила за упокой За упокой моей психики Я ради другого никогда не буду менять свою личность Хотела спросить о татуировках Они у тебя и есть, вот Это уже не годится для девушки Ой, кошмар До чего эта молодежь да выходит Я уловила, короче, эту разницу поколений И понимаю, что просто попытаюсь ей иногда что-то объяснить Нормальным тоном Но чем дальше, тем больше начинался Так вот, смотрю на вас, вы как бунтарь какой Хотите что-то доказать, да? Он всячески был за меня, короче Такое впечатление, что вы к чему-то стремитесь Может, захотите попробовать какие-то наркотики После вот этой мамаши я поняла, что мне нужно вести себя по-другому Я обожаю таких бабушек То есть мне бы так хотелось с ней поговорить Показать свой пахеризм, чтобы увидеть, как ее это бесит Не знаю, как это объяснить Это вообще шедеврально, если попадаются такие люди Или типа, ну куда ты эту сережку Ну там, знаете, прихожу какой-нибудь застолье И там какие-то родственники Ну и, короче, какие-то взрослые люди О, сережка Че, этот что ли уже? Я такой, ага, да, все верно Тот самый Рубашечка, футболочка у меня вот такая вот еще розовая, интересная И, короче, прям максимально много об этом говорить Ой, боже, мне это очень вообще прикалывает Я просто забила эту бабку и начала просто убирать Какие-то... Я пробовала наркотик Да вы что, господи боже мой Пока Диана... ...отрабатывает новую жизненную тактику поведения У Юанны Клочковой во время свидания происходит дежавю Извини, пожалуйста Хорошо, да, передам Угу У него постоянно звонил телефон, он говорит, типа, там, я сейчас передам Друг звонил Извини, пожалуйста, кто-то настойчивый И второй раз у него звонит телефон И он говорит, типа, ну я тебе адрес сообщу, заберешь Я знаю все вот эти разговоры Ну мы же договаривались, что если что, в другое время заберешь Извини еще Он вообще, говорит, настойчивый друг, типа, я понимаю, что у кого-то ломают сейчас на том конце провода А вот у Яны Цветковой вполне романтическая атмосфера Я была накрашена, значит, причесочку мудрые я сделала, платья одел, каблуки Ты мне очень симпатично, кстати, хотел извиниться за прошлую нашу встречу Я просто при маме не хотел Я сразу поняла, что он маменькин сынок Какие у вас с мамой отношения дружеские? Очень, я бы сказал Ты живешь с мамой или один? С мамой Я думаю, ну его Типа у него мебельные фабрики, а он с мамой живет Не, ну может, конечно, быть такое, что мама с ним живет Ну да ладно Все ему выпиваем для блесков, глаза идут, входит его мать Здравствуйте Здравствуйте, Виктория Владимировна Чисто случайно мимо проходила, решила зайти, а тут вы Ой, какая неожиданность А может, эта мать не биологическая, а так называемая мамаша? Я ненавижу таких свекровей Я общалась с этими двумя Мило только лишь, чтобы не пролить испытания А вот Насте Антоновой везет как никому Ее жених не устает делать ей комплименты И оказывать знаки внимания Ты мне очень понравилась У нас с тобой У тебя очень красивые глаза Спасибо День был очень хороший, вечер приятный Мне зашло Заходим в школьный класс, стоят печеньки Наконец-то На тринадцатой неделе Школы Лэйди нам пироженки поставили как-то Лэри Нормальным бабам Это перуха Это сок Все вкусно, ням-ням Телевизор стоит, мы начали гадать, что сейчас будет Сейчас опять Лоу Альберто вынесет Я бы хотела своего сына Я бы хотела увидеть первую серию Включается теле Ни с того, ни с сего Я сижу с соком, с пироженкой и начинается Боже мой Мама, привет Это я, твой любимый сын Денис Мой сын из будущего говорит мне Я сейчас самый популярный мальчик в школе И все благодаря тебе Ой, у меня слезы на глазах Я уже сижу, рыдаю Боже мой Из твоих стихотворений я понял, что раньше у тебя очень болела душа Не знаю как, но ты справилась с этой болью и простила себя Я хочу, чтобы ты знала, в этом мире есть один человек, который будет любить тебя всегда Чтобы не случилось Всегда Как бы жизнь не испытывала тебя на прочность Мамочка, я буду любить тебя всегда Девки У меня мурашки по коже Я не могу вообще эмоции свои держать Ты же такой голос Я сразу же на Янкиной истории расплакалась Моментально же, у меня сразу все Я реально мечтаю о таком будущем И я почувствовала, что как бы реально эта мечта очень близка ко мне Тебе есть ради кого стараться Реализовывайся Мы послушали эту историю с девочками и поняли, что те дети, которые были в начале недели Рассказывают нам о счастливом будущем Тут включается ма-мультик Привет, мама! Это твоя дочь Вика Никифорова Ты стала очень успешной женщиной Мы живем в большом красивом доме с бассейном Ты купила мне книжку про маленького принца А себе очередную книжку Мураа Не представляю, как ты можешь перечитывать его так часто Ты покупаешь и потом продаешь редкие старые вещи Тебя знают по всем городе, потому что только у тебя можно купить эксклюзивные вещи Ты долго училась, чтобы открыть свой антикварный бизнес Мне нравилось все, что я видела в этом видео И дочку, и то, что мы с ней дружим, и то, чем мы с ней занимаемся Ты очень честная и добрая Каждый месяц ты переводишь деньги на счета детских домов Чтобы другие дети тоже стали счастливыми Как я Я очень счастлива, что у меня такая мудрая, чуткая и просто замечательная мама Я тебя очень и очень люблю До встречи в будущем А где папа там? Очень хочу быть такой мамой Вижу, у тебя есть все для того, чтобы так и было Просто сама в себя почему-то иногда не веришь Ты так часто произносишь, что я уверена в этом? Будь реально прям уверена И все будет круто, правда Мотивирует это видео Без ума мотивирует вообще И я буду счастлива осуществить это видео в жизни Сама, давайте ставки ставить, кто следующий? Калтыгин Лиза Алик, привет! Это я, твоя дочь Аня Калтыгина Тебя знают вся страна Ты стала очень известной актрисой Многие восхищаются тобой Ты настоящая дива У тебя много поклонников И девочки в Монако Из Монако В этом классе мечтают быть похожими на тебя Смотрела на этот ролик и улыбалась во все 32 зуба А еще ты открыла свою балетную школу Я, как и ты, занимаюсь балетом Спасибо Ты научила меня многому Недавно ты купила дом в Монако И мы теперь там живем В нем ты репетируешь и разучиваешь новые роли А вечером мы вместе гуляем по набережной Спасибо тебе У меня очень счастливая и насыщенная жизнь До встречи в будущем Лиза тоже будет хорошей мамой Какая бы она ни была Но это когда появляется ребенок Это уже совсем другое Это появляет ответственность Материнские чувства Ко мне пришел в рисунках этот мой Андрей Чирогян Ты вышла замуж за моего прекрасного папу Который тебя очень любит А потом появился я Год назад у меня появилась сестренка Ее зовут Алиса А еще у нас три собаки Это наш Бобик и его потомство Бобик уже встречал Алиса видишь, что это колонка Остек ослеп на один глаз и не такой резвый Но ты все равно его очень любишь Папа ласково называет тебя Тлена Носик И мать Тереза Потому что ты по-прежнему не можешь пройти мимо тех, кому нужна помощь Если бы не ты, у меня не было бы такого чудесного детства Я люблю тебя, мамочка А у меня Лев Лева Лева Макаров А этот все плавает Не устал он еще? Я буду просто счастлива Если он будет такой же, как мой папа Каждая история очень трогательная Я каждого слышала, у меня глаза слезились Дошла следующая очередь до меня Привет, мамуль Это твой сын Роман У меня самое романтичное имя Ты самая красивая фитнес-модель в мире Ты мотиватор и пример И я очень рада, что скоро на свете появится моя сестричка Умная, красивая, как мама И сильная, талантливая, как папа Кстати, мамка, как мы ее назовем? Подумай, до встречи в будущем Твой кудрявый сын Роман Целую Мне побежали Ты не мудрявый Твой кудрявый сын Роман Голощапов Обожаю Она хочет сына У сына не будет фамилии Голощапов, к сожалению Только если у твоего мужа будет фамилия Голощапов Она очень хочет сына Постоянно тридит об этом Но она вообще очень любит детей Мне кажется, Ира будет мать-насетка Прям вот такая, типа Так, мой хороший медвежонок Все, иди сюда Куда? Иди сюда Мама медвежонок Вот такая, бля Я готова меняться ради себя, а потом уже заводить детей и строить семью. У моих детей будет замечательно, но еще как бы не было. Я сказала, и я сдам. Все зависит от... Согласен. Я тоже. А с девочками, на самом деле... Я сказал, согласен. Что это такое, блядь? Согласен. Потом мой включили. Привет, мама. Это твой сын Александр Антонов. Все говорят, что я очень похож на тебя. И когда ты меня держишь за руку, мне уютно и спокойно. Папа говорит, что специально для тебя постро... Ага, конечно. В таком возрасте, когда мама за руку берет, почему-то стрёмно становится. Я в школу не любил с мамой за руку ходить. Я говорил, мама, я сам дойду. Кстати, не знаю, почему так работает. А, ну потому что у меня всякие дебилы были, типа... Ха-ха, что с мамой за ручку ходишь? Ха-ха. А я такой, да не, вы что гоните? Это она там взяла, мне-то это не надо было. Да мне вообще, я бы сам жил. Сам жил, блядь. Жопу бы подтереть не смог без мамы в том возрасте. Жил бы я сам. А-а-а... В котором мы живем. Я знаю, что он очень тебя любит. И в нашем доме много цветов, которые папа дарит тебе. А ты до сих пор забавно стесняешься при этом. И еще я люблю бабушку. И ты ее сильно любишь. Вы каждый день общаетесь по телефону. Ты рассказываешь ей обо мне и моих успехах. Я горжусь, что у меня такая мама. До встречи в будущем. Твой сын Саша Антонов. О, это так мило было вообще. Нельзя быть уверена на 100%, но я буду стремиться к этому. Мне кажется, Настюха будет хорошей женой и хорошей мамой. В первую очередь на ней будет весь дом. Мне кажется, в доме будет все... Блядь, комар! Тварь! Будете приезжать? Да! Будем грядки копать, если хотела. Когда тебе показывают хорошую сторону твоего будущего, ты невольно задумываешься о том, что это, в принципе, очень реально. Мамочка, привет! Это я, твоя дочь Яна Клочкова. Ты стала самой известной писательницей. И у нас дома стоит огромный шкаф, в котором хранятся твои книги. Недавно по твоей книге сняли фильм. Мы все вместе, я, ты и папа, ходили на премьеру в кинотеатр. Когда я вырасту, я тоже стану писательницей. Недавно ты, кстати, сказала, что у меня будет сестренка. Мы возьмем ее с детского дома. Я очень жду ее, мамочка. Ты крутая, мам. Спасибо, что ты такая. Ты дочку хочешь, да? Ну, я думаю, она хорошей мамой будет. Если бы я реально в будущем взяла ребенка из детского дома, моя мама бы очень сильно оценила этот поступок, мне кажется. Потому что она сама так делала. Да. Вообще, у меня не было таких мыслей. Но я не знаю, как все повернется. Мама, привет! Это твоя дочь Екатерина. Ты очень известный визажист. Ты заработала много денег и вылечила бабушку от алкоголизма. Она живет в небольшом красивом домике, и мы часто ездим к ней в гости. Ты помирилась с дедушкой. Он сам пришел к нам и извинился. Мамочка, спасибо тебе, что ты изменилась. Ради меня. Настя, у меня твоего ролика мурашки. Мурашки мне тоже стоят. Настя, да ты классная мамка будешь, правда? Это будущее, но если мне мой ребенок так будет... Такой типа, знаете, самый добрый вечер. Все признались друг к дружке в том, что они самые лучшие мамки 100%. Помогите, я буду самая счастливая, мне кажется. Да ты что, это очень мечтый лэр. Всего не мог бы. После просмотра посланий девушки решают подняться в комнату и обсудить нелегкую неделю. Тяжелая, сложная, но очень интересная неделя. Я вообще на этой неделе поняла, что на самом деле семья – это главное. Яна Цветкова делает большие прогрессы, хорошо себя ведет, правда. У нее нет никакой дури. Мне даже очень жалко, что мы с ней не можем подурить, как раньше. Я просто поняла то, что единственный человек, который будет за меня всегда бороться, будет всегда рядом – это моя мама. В общем, девочки, для меня на этой неделе была самая трогательная, это, конечно же, встреча с мамой. Мне понравилось видео. Очень. Для меня в эмоциональном плане неделя была, ну, просто убийственная. Я нарыбилась, наплакала за эту неделю, но лучше поняла за эту неделю. Ну, а для одной из пацанок эта неделя станет последней неделей, проведенной в школе «Леди». Преподаватели уже ждут девушек на подведении итогов. Конец недели. Неделя была очень важная для нас и очень ответственная. Подошла к концу 13-я неделя обучения в школе «Леди». Эта неделя была посвящена семейным ценностям. Начинается разбор полетов. Анастасия Антоновна. На этой неделе вы продемонстрировали большой прогресс в обучении. И сейчас вы легко проходите испытания, которые раньше давались вам с трудом. Неделя была сложноватая, но продуктивная. Я иду в правильном русле. Анастасия Донских. Всю неделю бы демонстрировали великолепные результаты. У меня есть ощущение, что все демонстрировали великолепный результат, потому что никто вроде не отнекивался, не уходил, не психовал. Та же Настя Донских, по-моему, единственная, кто ушла со свидания, и то она правильно все сделала. А по-моему, все их должны сейчас похвалить. В общем, все у меня получилось. И только лишь один раз вы, если позволите сказать, сплоховали. Речь идет о встрече в ресторане. Мне нравится, как все всегда начинается с такой драматической музыки, а потом... Справились с заданиями в летнем лагере. Вы уже не агрессируйте, как раньше. Вы достаточно вежливо общаетесь с людьми. Я стала по-сдержанию. Если раньше я там прям пылила, взрывалась, то сейчас я вот так вот, ну, типа по-женскому так говорю, ладно, все хорошо. Единственное, пока вы не можете окончательно справиться с проблемами в общении вашей собственной семьи. Потому что я никогда, наверное, не разговариваю со своими родителями о проблемах. То, что у меня болит, то, что во мне сидит годами. Диана, один совет, который мы хотели бы вам дать, не останавливайтесь на достигнутом. Двигайтесь дальше. Понимаю то, что если я опущу руки, я потом о многом пожалею. А время я уже не верну. Диана, Чараган, при всех ваших достоинствах у вас есть недостаток. У вас не всегда получается защищать себя. Например, задание с предполагаемой свекровью. Почему вы не смогли отстоять свои личные границы? Я думала, от меня требуется именно вежливость, тактичность, спокойствие. Мне не хватило именно жесткости, о которой вы мне говорили. Когда она обозначила... Вообще, кстати, я также думал, типа, нужно просто показать свою адекватность и пройти испытания. А они сейчас вдруг хотят, чтобы она себя защищала. Как вот это понять? Я позволяю с собой так обращаться. Я расплакалась от того, что я поняла, что я опять совершила ту же самую ошибку. Дианка говорит, опять я на эти грабли люблю тысячи грабленники, как и я прям. Я тоже всегда по тысяче грабленникам угорала. Но это процесс. Это же не происходит вот так. Луна, я хотела это услышать. Дальше преподаватели обращаются к Зольде. И Зольда Никифорова. У вас в начале этой недели также были натянутые отношения с предполагаемой свекровью. Скажите, а почему вам не удалось найти общий язык с детьми? Я не умею общаться с детьми. С *** заладилось, и свекровью тоже. Короче, ни с чем у нее не заладилось на этой неделе. На этой неделе вы попадаете в номинацию «Худшая ученица недели». Ну, я огорчилась. Я с Зольда очень хорошо общаюсь, правда. Елизавета Калтыгина. Я, по большому счету, на этой неделе не косячила, вела себя предельно прилично. Вы по-настоящему изменились именно на этой неделе. И во время... Именно на этой. Время встречи с вашей мамой, вы, наконец, показали настоящую Елизавету. Я маму не видела три месяца, поэтому очень серьезно отнеслась к нашей встрече. Лучшая ученица недели. Ваша номинация на этой неделе. Я очень была рана. Нифига себе, смотрите, все, королева, блядь. Ну, Лиза, правда, проявляла себя очень неплохо на этой неделе. Вот она, я, лучшая ученица недели. Юанна Клочкова. Ну, я на этой неделе была, в принципе, такой же, как и обычно. Вы были не слишком старательны и выполняли задания, спустя рукава. Вы красивая, умная девушка, но складывается ощущение, что вы несколько бесчувственны. Спустя шесть недель здесь, я все еще остаюсь хладнокровной. Из-за того, что вы не услышали нас на прошлой встрече, вы попадаете в номинацию «Худшая ученица недели». Яна Цветкова. Далее была я в конце, как всегда, а когда Цветкова в конце, обычно она худшая ученица. Вам многое удалось на этой неделе и найти общий язык? Не, она вообще, по-моему, себя нормально вела абсолютно. У меня даже к ней вопросов нет, на удивление. С предполагаемой свекровью и что очень для нас трогательно общение с детьми у вас получилось. А тут они меня начали хвалить. Халли! И я просто в шоке. И мы хотим вас похвалить за это тепло, которое вы этим деткам подарили. Я, наконец, опять не худшая. Меня даже ни одного про меня плохого слова не сказали в этот раз. На этой неделе в номинации «Худшая ученица» две пацанки. Йоанна Клочкова и Зольда Никифорова. Одна из них покинет Школу Леди навсегда. На этой неделе Школу Леди. Я бы убрал Йоанну. Покинет. Я хотела, чтобы ушла Йоанна Клочкова. А у нас сходится, мы с Монако все такие немного. По моему мнению, должна была Покинуть Школу Леди и Зольда. Йоанна Клочкова. Пожалуйста, подойдите ко мне и сдайте брошь. При этом я предположил, что она должна уйти не потому, что она меня как-то бесит, а... ну, она намного сильнее из Ольды. То есть она очень хорошо разговаривает, она очень спокойно себя ведет. Ну, то есть, короче, не хочется это объяснять. Кто понимает, тот понимает. То есть просто вот так вот, на поверхности, если кажется, что Йоанна если уйдет, ничего страшного не будет. И Зольде пока еще рановато. Тем более после такой недели. Ну, типа, это тяжело. И вам поможет наш психолог Халапенко. 15 тысяч рублей в час всего лишь на сайте Ясна Лайф. Сколько ночей я плакала в холоде, сколько людей... Этот выгон мне дал понять, что на самом деле никогда не поздно все... Мама! Я была не права! Знаете, вы можете подняться наверх, попрощаться со своей одноклассницей. Да все тепло ее проводили, в самом деле. Я знаю над пламенем потерь, изо всех сил открою другую дверь, и по новым провела. Ты меня прям поддерживала. Ну, одна из меня. Я почему так уверена? Жизнь. Я это очень сильно, ты мне вовремя насаживала. Я вообще не прощала. Я говорю, я не могу даже прощаться с человеком, мне больно его отпускать. В итоге я подошла к Йоанне, мы обнялись. Ну, я поэтому Иоанну как-то и не замечал, типа, есть Иоанна, нет Иоанны. Разницы в целом для меня лично нет. Поэтому я как-то, ну, ушла и ушла. Меня здесь направили на верные мысли. И сейчас мне придется очень много над этим подумать, самой, без помощи. И не вернуться к прошлому образу жизни. Мы уже все друг к другу привыкли сейчас. Каждый уход будет тяжелым для нас. Ну что ж, друзья, вот такая вот прекрасная серия. Спасибо за просмотр. Напишите, как вам. На все вопросы, которые я задавал, я очень надеюсь получить ответ. Точнее, не надеюсь, я жду его. Я не буду надеяться ни на кого. Вот. Пишите, ставьте лайк, подписывайтесь. С вами был Евгений Ресничкин. Глеб Ресничкин. Все. Пока. Целую. Спасибо за просмотр. Пока.